Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. В овальном кабинете Пётр Порошенко впервые встречается с президентом США Дональдом Трампом. Кому деньжата? Почему депутатам от ВПП и Народного фронта грозит лишение неприкосновенности? Противомусорная. К голодающему депутату Березюку присоединилась вице-спикер парламента Оксана Сыроид. Главная встреча дня. Чуть больше часа назад завершились переговоры Петра Порошенко с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. О чем они говорили и что еще запланировано в программе этого вашингтонского визита? Мы узнаем у моего коллеги Дмитрия Анопченко. Он сейчас находится в Вашингтоне и с нами на прямой связи. Дима, добрый вечер. Расскажи обо всем, что тебе известно. Наташа, добрый вечер. Ну, наверняка уже вот сейчас, хотя визит в принципе только в разгаре, можно говорить о первых итогах. Важный итог это то, что эта встреча в принципе состоялась. Дело в том, что вот обратите внимание, с Петром Порошенко Дональд Трамп встречается до того, как поговорить чуть позже в рамках 20-ки с Путиным. И это очень показательная вещь. Вот если вспомнить недавние события до того, как произошла широко разрекламированная встреча с российским министром Лавробом, в Белом доме в этот же день Пенс и Трамп приняли украинского министра Климкина. Ну и вот сейчас первый разговор, первое знакомство с Порошенко еще до того, как Дональд Трамп проведет первый разговор с Путиным. И вот в Белом доме просто откровенно говорят, что это очень прозрачный намек, очень четкий месседж. Второй момент, второй итог. Вот это личное знакомство. Почему оно так важно? Я хочу на это особо обратить внимание. Это понимаешь, когда вот здесь в Америке долго живешь и долго в этом варишься. Американские журналисты, которые входят в пул Трампа, рассказали мне, что, вы знаете, есть политики, к примеру, Ангела Меркель, которые очень долго анализируют, очень долго к себе подпускают, очень долго принимают решения. Трамп абсолютно не таков. Трамп человек эмоциональный, Трамп человек первого впечатления. Он как раз из всех, кто, что называется, принимает по одежке. И вот поэтому это первое знакомство, первое впечатление от разговора с Порошенко было действительно очень-очень важно. Тем более, что Порошенко, Пенс и Трамп говорили на равных, говорили без переводчика. У этого президента прекрасные английские, общались напрямую. Так что это первое впечатление действительно очень и очень важно. А вот как все проходило, я дальше не буду комментировать. Вот просто без комментариев небольшой фрагмент. Спасибо всем вам. Это большая честь встретиться с президентом Украины Порошенко. Это ожидаемый визит, о нем много писали ранее. И вот встреча произошла. На протяжении дня у нас состоялся ряд продуктивных дискуссий. И думаю, мы достигли прогресса в переговорах. Это большая честь, господин президент. Спасибо. Если говорить об этих переговорах, в которых достигли прогресса, то, во-первых, говорили о военно-техническом сотрудничестве, во-вторых, об экономике, а львиную часть времени потратили на обсуждение ситуации на Донбассе и на обсуждение того, каким образом Соединенные Штаты могут участвовать в решении вот этой проблемы, в решении этого давнего и болезненного конфликта. И тут важный момент. Петр Порошенко, буквально меньше часа назад, он вышел в прессе, вышел к журналистам и сказал нам, что он получил от американского руководства полную поддержку. Давайте послушаем. Дуже важно, что сегодня, именно в этот день, когда выполняется ровно три года, 20 червня я оголосил, сразу же после выбора президента, режим прекращения огня и презентовал свой мирный план, который стал основой минских договоров. Ну и почему вот к минским договоренностям такое внимание? Потому что эти слова, минские договоренности, минский agreement, они звучали очень часто в ходе этой встречи, в ходе разговора с Пенсом, в ходе разговора с Трампом. В последнее время в Вашингтоне очень много публикаций в прессе со ссылкой на неназванные источники, заявляли, что якобы в Соединенных Штатах поговаривают об изменении минского формата. С другой стороны, украинские политики по поводу изменения формата, скажем, мягко противоречивые заявления делают. И вот сегодня Петр Порошенко расставил все точки над «и», после встречи с Трампом он вышел к журналистам, и, по-моему, «Голос Америки» задал ему вопрос, «Петр Алексеевич, что Вы считаете, насколько возможно изменение минского формата?» И президент сказал, что он сторонник Минска, и что он не видит никаких оснований для того, чтобы менять формат. Я не вижу в этом никакой необходимости. Соединенные Штаты Америки являются нашим партнером. Мы очень интересны в залучении Соединенных Штатов Америки до активного процесса. Соединенные Штаты Америки являются городом по Будапештскому меморандуму. И сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для Соединенных Штатов и решительность на поддержку нашей державы. Из Белого дома президент отправился в Петагон. В конце выпуска я буду готов рассказать подробности и об этой встрече. Напомню, это будет первая встреча, первый разговор, но фактически тоже знакомство с новым министром обороны Соединенных Штатов. Но есть еще один важный момент. Просто в заключении этого разговора, вот этого прямого эфира, я хочу сказать, дело в том, что президент передал вице-президенту Пенсу письма, обращения, прямые письма, прямое обращение от родственников тех украинских заложников, которые находятся сейчас в России. И выйдя к нам, разговаривая с журналистами, он сказал, что очень вероятно, что Соединенные Штаты будут активнее давить и очень вероятно, что вот этот сегодняшний его поступок, сегодняшний его разговор с Пенсом действительно поможет. Наташа. Спасибо тебе, Дима, за все подробности. Я не прощаюсь, мы сегодня еще пообщаемся. Дмитрий Анопченко о первых итогах визита Петра Порошенко в Соединенные Штаты. Ну и пока Петр Порошенко в Соединенных Штатах, в парламенте рассматривали президентский законопроект. Рада в первом чтении, правда, приняла один из законопроектов судебной реформы. Что он изменит? И что народные депутаты знают о законе о реинтеграции Донбасса, который на слуху, но пока еще не в стенах Верховной Рады. Обо всех подробностях расскажет Екатерина Лысенко. Из-за вчерашнего старта голодовки одного на ордепе Олега Берзюка с ответом не замешкалась целая фракция. Блок Порошенко вышел всем составом и с целым списком требований. Нам нужно рядувать не Андрея Ивановича, а жителей и гостей Львова от смятя. Пане Садовый, мы протягом трех каденций могли решить эту смятевую проблему. Но даже трагедия. На Грибовицком святезвалище, когда в прошлом году погибли люди, не подштовхнула вас до этого. Андрей Иванович, негайно вы решите проблему с смятем или добровольно дейте в подставку. Самопомощь сегодня в зале. Правда, к Трепуне депутаты выходят по отдельности со своими встречными претензиями. Мы требуем от уряда президента РНБО выделение резервного полигона на час побудования смятепереродного завода невидкладно. Правда, спустя несколько минут зал покинула и вице-спикер Оксана Цироид. Отправилась к Березюку. Но дальше этих акций самопомощь пока не продвинулась. Коллективную голодовку обещают не устраивать. Байкот в зале тоже. Мы когда вчера побачили с лидером фракции, который голосовал голодование, он сам первым сказал, что я считаю, что вы дальше должны работать, дальше должны голосовать. Голосовать за решения, в том числе и от президента, от уряда, если вы видите в них пользу. Но уже на первом сегодняшнем голосовании на голоса самопомощи рассчитывать не пришлось. В зале обсуждается судебная реформа. Законопроект рассматривают в первом чтении. Это 800 страниц документа, который затрагивает 11 кодексов и 18 законов. Законопроект, среди прочего, внедряет электронный суд и определяет Верховный суд единственной касационной инстанцией. И без этого документа сам Верховный суд заработать не может. Наша общая задача – упорядкувать судовый процесс. Суд должен выполнять исключительную роль арбитра и никогда следовательного, когда говорится о господарский и цивильный процесс. Самое на создание простого процессуального способа чистого возможностей, с применением этих изменений до многих кодексов, например, вводится возможность определенного опрацования в электронном виде, определенных документов. В оппозиции к закону сегодня самопомощь, которая не согласна с судебными новациями и Батьковщина, у которой есть свой альтернативный документ. Там, как говорит классик, смешались иконы и люди. Там есть автоматический арешт денег на рахунках за бурги для украинских граждан. И украинские граждане должны это знать и слышать. Там есть вызов в суд ответа через интернет, если невозможно установить его место перебывания. Как это будет происходить, я не знаю. Вы вызов в суд через портал судовой власти. Чи все люди у нас сейчас имеют доступ на сегодняшний день к интернету и есть пользователи этого портала? Чи це дуже обмежене коло осіб? Два часа ушло на обсуждение. В итоге в первом чтении судебную реформу утвердили, пообещав до второго исключить спорные моменты. А вот какие нормы будут прописаны в другом документе законе ОДО окупации Донбасса, неизвестно. Его бурно обсуждают, но пока без конкретных предложений. Законопроект не исходит в природе, хотя он проголошенный уже и в повитре гуляет несколько месяцев эта идея. Тому, на жаль, это все на пальцах. В целом наша позиция достаточно чутка. Мы считаем, что с самого начала фактически проголошение АТО это было ошибкой. У нас АТО уже имеет все знаки фактически боевой операции, но дальше этим занимается и обеспечивается чему-то СБУ. Мы категорично против кулуарных спроб переглянуть Минские угоды. Суспельство должно знать решение, которое готовится. Мы требуем, чтобы парламент принимал безусловно участие в разработке решений, что касается жизни и безопасности украинских граждан. В блоке Порошенко сообщают документ на стадии разработки. Мы хотим визначити статус цієї боевой операции и, власне, от того конфликта, который происходит, называвши его так, как это названо в международных документах. Например, это может быть самооборона страны против агрессии другой страны. Этим законом будет предъявлено обязательно 24 на 7 миссия моніторинговая ОБСЕ, которая должна работать как 24 на 7 на неокупованной территории, так и 24 на 7 на окупованной территории, что зараз не відбувається. Кроме того, цим законом буде передбачено ймовірність заведення на территорию особливо окупованного миротворчих військ чи полицейской миссії. Когда документ попадет в парламент, неизвестного блага Порошенко лишь уверяют, внесут его только с окончательными правками президента. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Ну, пожалуй, самой громкой темой из обсуждаемых в Верховной Раде сегодня стало вчерашнее задержание при попытке передачи взятки охранника, народного депутата от БПП Борислава Розенблата. В кулуарах говорят, что деньги предназначались еще одному народному избраннику. Кому и как объясняет ситуацию сам Розенблат, мы об этом поговорим чуть позже. А пока о львовском мусоре, которым сегодня пахло и в парламенте, и возле администрации президента. Во Львове свои акции протеста начали Ольга Березюк и Александр Сыроид. Кто они и чего требуют, узнаем от Галины Якушко. Возле здания Львовского горсовета женщина в широкополой шляпе расположилась с самого утра. Устроилась на раскладном стуле. Это Ольга Березюк, чиновница обл. администрации. Однофамилица Олега Березюка, который объявил голодовку в Киеве вчера. Он протестует против действий центральных властей. Мол, не решают проблему муцера в городе. Ольга Березюк тоже объявила голодовку, но уже против безхозяйственности мэра Андрея Садового. Я важу 46 килограмм. Ну, я значительно худею за него. Это не совсем корректное применение. Мне будет тяжело держать голодовку ниже. Ему на пользу пойдет мне на шкоды. Ближе к обеду проведать Ольгу пришел сам мэр. Какая нужна помощь? Помога нужна львовянам, чтобы вывезти сметки Азербового. Но Садовый только обещает, но уже ведет переговоры с Николаевым и другими городами, чтобы те снова принимали отходы. Ольге предлагает звонить ему в любое время, а то и заходить он рядом в рабочем кабинете. О состоянии здоровья голодающего в Киеве Садовый тоже знает. Березюк. Ему немного тяжело, потому что у него второй день голодования. И то, что я чую, что болит голова у него. Но я думаю, что он сильный человек выдерживает. Вы не планируете голодоваться? Не знаю, как будет результат ситуации. Олег Березюк расположился возле здания администрации президента. Прямо на ступеньках. Здесь народный депутат уже вторые сутки. Пьет только воду. Сегодня рядом с ним коллега по фракции Оксана Сыроид. И тоже голодает. Тут есть протест. Протест против свавилья страны. В частности, против того свавилья, которое они выполняют в Львове, уже продолжили больше, чем в год. Приниживающих львовян и держа их в спитере в углозе. Во Львове не растерялись. И под вечер голодающих тоже стало двое. К ратушу пришел никому неизвестный активист Александр Сыроид. Тоже против действий львовского мэра. К новому участнику акции Садовый уже не приходил. Вместе с Ульяной Супрун он инспектировал мусорные площадки города. Напомню, мэр не раз требовал ввести чрезвычайное положение, но вывод Супрун – ситуация не критическая. Из Соединенных Штатов на происходящее отреагировала вице-спикер Ирина Герашлинг. На своей странице в фейсбуке она написала, что одна из фракций устроила настоящий шабаш у стен администрации президента. А вот премьер-министр от мусорной проблемы, похоже, уже устал. Вчера, под час украинского селектора, я обратился к всех мэр в мест помогать Львову вырешить проблему со сметами, пока Львов будет строить полигон. Завтра я направляю туда вице-премьер-министра с вопросами регионального развития ЖКХ, Геннадия Зубка. ООН возглавит группу чиновников, которая вместе с областной властью поможет найти выход. Глина и Кошки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. И там же во Львове Ульяна Супрун сообщила о том, что сыворотка от ботулизма появится уже на этой неделе. Министерство обратилось к ЕС, ООН, к Красному Кресту с просьбой доставить препарат как гуманитарную помощь. Напомню, в Украине сыворотку не закупают с 2014 года, закончилась лицензия на российский препарат. На прошлой неделе Госпотребслужба рекомендовала не продавать вяленую рыбу. Тем временем еще один мужчина заболел ботулизмом в столице. Этот же диагноз подтвердили у пациентки в Запорожской области. Первые случаи заражения были зафиксированы в мае. С тех пор в Украине ботулизмом заболели 19 человек. В Киевской, Херсонской, Бинницкой, Сумской, Полтавской, Одесской и Запорожской областях. Троих спасти не удалось. Мы попросили от ПРООН и от Черного Христа, чтобы они нам передали как гуманитарную помощь. Потому что сыроветка не зареєстрована в Украине и не можно закуповывать легально. Но можем привезти как гуманитарку. То ждем на этом тижне, чтобы уже приехала. Вызвали на ковер главу парламентской фракции радикальной партии. В среду ждут в нациагентстве по предупреждению коррупции. Как сообщили в Украинской правде, со ссылкой на источники ВНАП, Олега Лешко подозревают в нарушении закона о предотвращении коррупции. Якобы нардеп совмещал свою парламентскую деятельность с ведением бизнеса. Напомню, в поле зрения антикурпационеров Лешко уже попадал. В апреле его четыре раза допрашивали в НАБУ, пытаясь выяснить, откуда у него 20 миллионов гривен на приобретение недвижимости. При этом ни политик, ни его жена, согласно декларации, бизнесом не занимаются. Ну вот, похоже, пазл сложился. Осталось выяснить, каким же именно делом руководил народный депутат. И вернемся к еще одной топ-теме сегодняшнего дня. НАБУ и САП просят Верховную Раду снять неприкосновенность с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. Соответствующее представление будет внесено уже в ближайшее время. Депутатов этих подозревают в получении неправомерной выгоды. Накануне охранника Розенблата задержали с двумястами тысячами долларов. По данным следователя, деньги эти предназначались Розенблату и Полякову, якобы за внесение изменений в законопроект о добыче янтаря и лоббировании интересов иностранной компании. В этой сложной ситуации разбирался мой коллега Александр Васильченко. Спецоперация НАБУ и САП по выявлению схем незаконной добычи янтаря напоминает голливудский детектив. По утверждению, главы антикоррупционного бюро Артема Сытника разрабатывали ее совместно с агентами ФБР. Для выхода на главных фигурантов внедряли агентов под прикрытием. Антикоррупционеры утверждают, собрали доказательства того, что два нардепа за деньги лоббировали интересы иностранной компании, которая собиралась незаконно добывать солнечный камень на территории Украины. За отримание неправомерной выгоды Полякова и Розенблат внесли соответствующие правки к законопроекту. В частности, это были вправки, что если вы посадите на сайте Верховной Ради, были внесены соответствующие законопроекты, что до уменьшения арендной платы за выработку борщину с 25 до 5%. Извольнение от поддаткования до 2020 года предприятия, которые завозят технику для выработки борщину. В незаконной схеме, по данным НАБУ, были задействованы около 10 человек. Артем Сытник демонстрирует графику, кто и за какие услуги получал взятки. Первым задержали охранника Розенблата. В его сумке обнаружили 200 тысяч долларов наличными. Общая сумма взятки по версии следствия – 285 тысяч. Во время обысков, подчеркивая Сытник, детективам удалось найти часть денег, которые в качестве взяток передавались ранее. Один из досмотров провели в помещении, где якобы проживает нардеп Максим Поляков. Политик свою вину отрицает, случившееся называет провокацией. Я уверен, что правда на моей стороне, и это покажет час. И я буду требовать от милиции расследовать проведение, которое открыто. Я буду подавать в суд особенного насытника, потому что то, что он напал на мою дружину, это и особенное. В антикоррупционной прокуратуре сообщают, вчера вместе с подозреваемыми задержали первую партию Янтаря, которую иностранная фирма-посредник пыталась переправить за границу. Бурштин, в связи с задумом, должен вывозиться из Украины за зниженными цены, а часть – действенного. Прибутку мало переработать на рахунки компании, которая расположена в Соединенных Штатах Америки. И за наполяганием Розенблата, спецназником которого стала его родная сестра. В САП заявляют, в ближайшее время в Верховной Раде попросят лишить Розенблата и поляково-депутатской неприкосновенности. Представление уже направили на согласование генпрокурору. Подозревает нардепов в получении неправомерной выгоды. Розенблата утверждает, что лишиться иммунитета не боится. Произошедшее называет политической расправой. Думаю, что спланована акция по взагалі знищенню моей політичной репутации. Тому що дійсно як людина я займаюся легалізацією бурштина, грального бізнеса. Тобто все те, що сьогодні дуже заважає жити людям, які на цьому заробляють члены кошти. Вопрос о снятии неприкосновенностей с нардепов в САП надеяться решить в ближайшие две пленарные недели. Александра Васильченко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. О борьбе с нелегальной добычей янтаря и политики, и силовики начали говорить еще несколько лет назад. Ни один раз правоохранители создавали специальный операционный штаб. Глава МВД в прошлом году отчитывался о том, что с незаконным промыслом покончено, но старатели работу не прекращают. Борьба с ними обычно заканчивается серьезными столкновениями, как, например, на прошлой неделе. Но и после этого добыча янтаря продолжается. Еще год назад президент Петр Порошенко потребовал принять закон о легализации янтарного промысла, но парламент до сих пор отмалчивается. О незаконном возбуждении уголовного дела против бывшего главы Госфининспекции Николая Гордиенко заявил сегодня народный депутат Сергей Каплин. По его словам, преследование бывшего чиновника связано с обнародованием результатов проверки компании Укрпочта, в результате которой были выявлены нарушения на сумму более чем 100 миллионов гривен. Николай Гордиенко и Сергей Каплин убеждены в том, что уголовное дело заведено в интересах партии Народный фронт, лидер которой Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра в тот период, когда на Укрпочте были осуществлены колоссальные растраты. Мы проводили ревизионные ревизии по государственным предприятиям и государственным монополиям. В результате практически где-то за год было выявлено 7 миллиардов 600 миллионов взбитков. Это криминальное повреждение для того, чтобы снова меня за что-то там притягнуть, возможно что-то подкинуть, чтобы иметь меня на привязи таким образом. Это связано с тем, что я думаю, что все-таки приближаются выборы. Враховывая то, что у Народного фронта рейтинг практически нульовый, каким же образом нам нужно отбилюваться от этого вопроса. Я вернулся к Генеральному прокурору с тем, чтобы он остановил своего первого заступника, который, курует следственные вопросы. Прибрать руки от Гордієнка, человека, который впервые за всю историю Украины, за 27 лет, сделал такую гучную заявку и передал следственным органам Генеральной прокуратуры за три года министр юстиции Павел Петренко угробил пенитенциарную систему. Такое заявление на своей странице в Фейсбук разместил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. Он утверждает, что реформа была пиар-акцией, которая не дала результатов. Наши журналисты готовят на завтра расширенный материал на эту тему. Не могут похвастать результатами реформы в полиции. В ведомстве еще одного представителя Народного фронта Арсена Авакова накануне три десятка молодых людей ограбили супермаркет в центре Киева. Вынесли несколько килограммов шоколада. Сотрудники магазина сообщили о случившемся в полицию. Согласно новым стандартам, правоохранители должны были прибыть в течение пяти минут. Тем не менее, грабителям удалось не только выйти из торгового центра на главной площади столицы, но и беспрепятственно добраться до национальной филармонии. В полиции возбудили уголовное дело, но ни одного из нападавших до сих пор не задержали. А в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях полным ходом укатывают деньги в дорожное покрытие. Дюжина рабочих рук, тонны асфальта, десятки единиц современной техники. Работают ли дорожники на совесть, проверил премьер-министр Владимир Гройсман. Поучаствовали в инспекции с высоты птичьего полета и наши корреспонденты. Борт Ми-8 поднимается в воздух. Журналисты с операторами отправляются на ревизию по ремонту украинского бездорожья. Главный инспектор, премьер-министр, его борт во главе экспедиции. С высоты птичьего полета украинские дороги кажутся просто идеальными. То ли дело наземным транспортом неподалеку Лубнов, премьеру показывают трассу Киев-Харьков-Довжанский. Здесь кипит строительство почти 20 километров новой трассы. По четыре полосы в направлении мосты, путепроводы, подземные переходы и главное по прямой. Принято решение сделать три обхода. Обходы по поселкам Покровская Богачка, по Красногорьевке и обход Полтавы. Трасса обойдется в более чем 150 миллионов гривен, финансирует работы Мировой банк. Хватит денег в этом году, уверяет Владимир Гройсман и на капитальный ремонт дорог во всех регионах. 12 миллиардов будет направлено только в отмытнице по областям на строительство реконструкции дороги. То есть мы рассчитываем, что с этими ресурсами у нас будет более 30 миллиардов. А это уже Кировоградская область. Ремонт автодороги Знаменка-Луганский-Зварина здесь стартовал еще год назад. Из почти 66 километров, которые проходят по Кировоградской области, полотают только 34. На данный участок было выделено государственных денег 187 миллионов. 10 лет мы будем смотреть за этой дорогой. И если что, то мы все поправим. Киев-Одесса эту трассу, кажется, делает уже целую вечность. Долго, значит хорошо, уверяют нас дорожники. На века будет стоять. Я буду задоволен тогда, когда все дороги будут вот в таком состоянии, как мы видим сейчас. Но чтобы привести полностью в порядок дорогу Киева-Одесса, понадобится еще как минимум год. В планах чиновников на этот год также строительство новой трассы. Львов-Тернополь, Хмельницкий, Винница, Умани, Одесса и Николаев. Елена Митясова, Елена Брынга, Баган Савруцкий, Николай Кувакин. Подробности в телеканал Интер. В Николаеве сотрудники СБУ прикрыли конвертационный центр. Через него отмывали деньги аграрные предприятия и компании, которые занимались сбытом металлолома. Во время обысков в офисах изъяли 2 миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных сделок. Арестованы почти 200 счетов, которые использовали мошенники. Масштабный пожар в центре Киева. Возгорание произошло в старинном трехэтажном здании бывшего центрального гастронома на пересечении Богдана Хмельницкого и Крещатика. Причина возгорания выясняется, однако есть предположение, что оно умышленное. Пострадавших нет. Пожарные службы до сих пор пытаются погасить огонь. На первом этаже здания расположены аптеки, кафе и несколько магазинов. Сгорело все. Был эвакуирован и Печерский райсуд Киева, который находится в соседнем здании. Розповсюджения огня на прилеглий доме нет. Загроза такая существует. Дом горит. Все, что там находится, дом старый, деревянные перекрытия. И все это, конечно, оно сприяет по ширине огня. Нет пострадали. Пожар начался в 17.00, приблизительно 17.03. Площа приблизительно 1000 квадратных метров. Ровень пожару 1 бис. Задеяно близко 24 экипажа, больше 100 людей. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части выпуска. По списку, кто из россиян попал под расширенные санкции от ЕС и США. Акт первый. В Брюсселе стартовали долгоиграющие переговоры по условиям выхода Британии из ЕС. И мы продолжаем следить за главным событием дня, визитом Петра Порошенко в Соединенные Штаты, в ходе которого он впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. С кем еще успел поговорить президент прямо в эти минуты? Мы спросим у Дмитрия Анопченко, он присоединяется к нам. Дима, здравствуй, еще раз расскажи, что Петр Порошенко успел, в том числе и за время нашего эфира. Наташ, ну программа настолько насыщенная, что действительно даже за время эфира, вот 30 минут мы с вами не разговаривали, Петр Порошенко уже успел провести встречи. Во-первых, это встреча в Пентагоне с новым министром обороны, и тут есть очень важный момент. Это первое знакомство, это новая команда, и это люди, которые в принципе, в отличие от Обамы, который категорически не соглашался предоставить Украине летальное оружие, смотрят на эту проблему по-другому. Я до того, как президент скажет какие-то слова по итогам этой встречи, не хочу забегать вперед, не имею права, хотя могу сказать, что вот мне стало известно, я общался с сотрудниками Госдепартамента на условиях анонимности, они намекают, что в принципе администрация Трампа к этому решению пока что не готова, то есть мы не можем сказать, что оно принято, но в принципе рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия. И вот это поворот, о котором, разумеется, Петр Порошенко будет говорить с Мэтисом. Что ему ответят сегодня, на какой стадии пока решения, которые принимают Соединенные Штаты, непонятно, но по крайней мере тенденция, уже есть тенденция здесь, в Вашингтоне, чувствуется. Далее, что касается самой встречи, о которой мы говорили в начале эфира, встречи с Дональдом Трампом, то вот мы буквально несколько минут назад поговорили с Константином Елисеевым, человеком, который сопровождает президента, прекрасным дипломатом, профессиональным, человеком, который в администрации президента отвечает за внешнюю политику. И он некоторыми деталями с нами поделился. Ну вот, в частности, вот что сказал по поводу разговора Порошенко, Пенса и Трампа. Это была историческая встреча президента Украины с новым президентом Соединенных Штатов. Очень важно, что она происходила в особистое формирование кабинета президента Соединенных Штатов. Она длится где-то более 35 минут. И, конечно, эта встреча позволила обговорить значный комплекс вопросов двусторонней взаимодействии, и вопрос, связанное с стратегией российской агрессии и успешным проведением решений. Есть еще один момент. Все-таки, если, когда мы говорим о Донбассе, Украина выступает с позицией страны, которой нужна помощь Соединенных Штатов, то есть направления, в которых мы можем быть стратегическими партнерами. И вот одно из этих направлений – это энергетика. Сегодня утром президент уже успел встретиться с министром энергетики Соединенных Штатов, и было там два главных направления. Во-первых, противодействие новому проекту, второму проекту «Северного потока», который действительно во многом может повредить Украине. Ну и другое направление Соединенные Штаты очень активно сейчас расширяют рынок жиженного газа, и Украина вот в этом сотрудничестве может стать действительно серьезным игроком. Вот что Константин Елисеев нам сказал по этому поводу. Константин Елисеев – это, как преимущество российской стороны выполнивать Минск, а также шлося и про подальшую перспективу изменения нашего стратегического партнерства шляхом посиления и договорно-правовой базы, и шляхом посиления продолжения подальших нациальных наших сил. И, естественно, велика увага подделялась вопросом энергетической безопасности. Тут в этом вопросе наши Соединенные Штаты также и нашими союзниками в последствии по строительству политически мотивированного проекта «Газогонный певничный поток-2». И в этом плане спортирули наши позиции. Ну, еще в качестве анонса, вот буквально через 15 минут мы, как только закончим вот это включение, отправляемся в Госдепартамент, состоится встреча Петра Порошенко с Рексом Тиллерсоном, госсекретарем. После этого он отправится для личного разговора с мадам Лагард и с главой Всемирного банка. То есть экономический блок, новый транш для Украины будут затронуты. Ну, а еще в ходе всего этого визита президент постоянно говорит о санкциях. И вот завтра он встречается с Полом Райаном, спикером, будет говорить в Капитолии, как раз о том, чтобы Конгресс усилил санкции против России. Ну, и сегодня президента спросили, важный вопрос ему задали журналисты, сказали, а подчеркнули ли вам, заверили ли вас американские первые лица в том, что до того, как Россия не выполнит все обязательства по Минским соглашениям, санкции с нее не будут сняты. И президент сказал, да, это прозвучало. Более того, Соединенные Штаты вводят санкции каждый день. И действительно, вот только сегодня был расширен список, черный санкционный список американского Минфина. Больше 30 человек там появились. Это и российские бизнесмены, и олигархи, и те банки, которые работают в Крыму. И это свидетельствует о том, что санкции будут и дальше использоваться Америкой, как очень серьезный механизм. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко отслеживает визит Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки. Боевики так называемой ДНР совершили сегодня жестокое нападение на гражданских наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщили в мониторинговой миссии. Подробности обещают рассказать позже. Кроме того, наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. В районе Бахмутской трассы украинские войска находятся на очень выгодных позициях. Противник выдохся после двух недельных боев. И сейчас перешел на артиллерийские обстрелы. В ходе удачного маневра украинские военные укрепились на господствующих высотах. Противник прекратил пехотные атаки. Теперь ведет огонь преимущественно по ночам. Нас постоянно накрывает артиллерия, потому что позиция постоянно в зоне видимости. То есть километр двести от нас уже их позиции. Они нас могут спокойно просматривать. Бельмо на глазу, скажем, для них. Враг, по сведениям украинской разведки, после поражений в недавних боях озлобился, но не имеет сил и средств для масштабных атак. Працюют они с направлений населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Жолобок, Смиле. Особливой шкоды они нам не несли, втрат у нас нет. Минуло и ночи на низ позиции враг выпустил 250 гранат СГС-17, только по одной позиции. Интенсивные очень обстрелы. Даем адекватную ответственность врагу. Намагаемся не вести себя на провокации. Бойцы сообщают, с той стороны заведена группа российского спецназа, в частности снайперы. На днях от их рук погиб украинский боец. Военные документируют факты работы оккупантов. Вот она, это то, что по Юрцу прилетело. Мы его потом опубликуем, чтобы люди бачили. Я в партизанах сидим. Не нашел это еще. По уточненным данным украинского командования, в ходе боев за поселок Желобок, противник потерял убитыми 26 человек. Большинство из них граждане Российской Федерации. С нашей стороны один погибший. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской области. И мы снова возвращаемся к ситуации вокруг конкурса на должность судей касационных судов в составе Верховного суда Украины. Напомню, 120 новых служителей Фемиды должны были избрать еще три месяца назад. Однако отбор идет до сих пор. Юристы винят в затягивании Общественный совет добросовестности, общественную организацию, которая участвует в выборе кандидатов. Сегодня ее представители организовали пресс-конференцию, чтобы ответить на обвинения со стороны коллег. И заявили о том, что подробности в частности, готовим материалы об этом скандале, якобы не предоставили слова представителям данной организации. Со своей стороны отметим, что наши журналисты неоднократно пытались связаться с Советом добросовестности. Однако его координатор Виталий Титич категорически отказался общаться на камеру. А вот что в Совете заявили сегодня. Другой стороны, в первом сюжете взагалі, навіть не прозвучало спроби, что шукали можливости надати нам право на ответ. Хотя весь сюжет шельмували Громадскую Раду Доброчесності. Не прокомментували, навіть зробили висновки, базуючись на, очевидно, спотворенній інформації. І, як казала колега, навіть зачепили деякі персональні речі. Ну, особисто там про мене деякі особи розповідали. Напомню, работу Общественного Совета добросовестности жёстко раскритиковали в Совете ЕС. Там заявили, что активисты и бизнесмены не могут оценивать профессиональные качества судей. А сокрытие критериев отбора несёт угрозу независимости судебных органов. Юристы и адвокаты не исключают, что из-за этого конкурс может быть сорван, так как кандидаты, которые не пройдут отбор, смогут теперь обращаться в суд и требовать поменять оскандалившийся состав Общественного Совета добросовестности. Ніхто таки не почув, якими самими критериями, будем говорити, Громадська Рада Доброчесності керується під час прийняття того чи іншого рішення. Суспільство не розуміє, як оцінюють суддів. Постає питання, чи в такому ракурсі, в такому розрізі висновки самої Ради можуть бути, будемо говорити, відповідати європейським нормам? Будуть позови, так, будуть. І я думаю, що вони будуть задоволені, оскільки не враховуються оці критерії, які зазначаються Радою Європейського Союзу. Вигідно зараз комусь політиків, можливо, комусь, скажімо так, з влади затягнути і не призначати цих суддів на посади Верховного Союзу. Дорога ми узнаємо у нашого Сапкора Светланы Чернецької. Или же упрямо будуть стоять каждый на своем? Брюссель продемонстрировала, що в ключових вопросах на уступки не пойдет. І в першу чергу потребує утрясти фінансові проблеми. Определити суму так называемих отступних. Це деньги, які Британія доджна буде заплатити за выход із ЄС. Лондону пришлось согласиться. 1-0 в пользу Брюсселя. Ми договорились по датам і приоритетам в переговорах. Ми должны снять неопределенность, возникшую із-за Брекзита, і убедиться, що выход Британиї із ЄС пройдет організовано. На переговори отведено 2 роки, але в случае, якщо договориться не удастся, Лондон обещає выйти із ЄС і без сделки. Впрочем, в Європі все ще остаються оптимисты, верящі в чудо і призываючі Соединенне Королевство одуматься. Поскольку я оптимист, то позвольте мне сказати, що лучшим результатом переговорів буде то, що Британія останеться в Євросоюзі. Брюссель вже показав, переговори буде вести на своїх условіях. Многі аналитики прогнозують, що ЄС намерено буде действувати жістко, щоб зробити пример Британії показателним і відбити охоту у інших государств, покидати европейську сем'ю. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробності, Британское бюро телеканала «Интер». Це все новости на сьогодні. Приятного вам вечера і до встречи завтра. Дякую за перегляд!